В Новый год Латвия вошла без госбюджета. Правительство надеется представить его план в САИМ до 9 февраля. Союз свободных профсоюзов хочет поднять необлагаемый минимум и настаивает на дальнейшем повышении минимальной зарплаты. Торгово-промышленная палата выступает за снижение налога на рабочую силу. А профсоюз работников МВД просит увеличение зарплат на 10% и выделение сферы 2,5% ВВП. Запросы также есть у работников в социальной сфере, сферы здравоохранения, и других. План действий правительства может быть утвержден лишь в апреле, заявил сегодня руководитель Межведомственного координационного центра Петерис Вилкс. Процесс составления плана только начался, а на предыдущий план потребовалось 4 месяца. Тем временем, премьер-министр Кришини Скариндж сегодня создал комиссию по ликвидации Межведомственного координационного центра, который с 1 марта должен быть присоединен к госканцелярии. Депутат Сейма Айнар Шлессерс на этой неделе заявил, что хочет сотрудничать с бывшим мэром Риги Нилом Ушаковым. Это заявление вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях. Поэтому Шлессерс объяснился. По его словам, Нил Ушаков – это человек, который может помочь объединить латвийский народ. Латвии нужны политики, готовы и способствовать объединению нации. Рига очень много тратит на праздник песни и танца, заявил сегодня вице-мэр Риги по вопросам развития и транспортной инфраструктуры Вилнейс Кирсис. Так, эстрада, построенная Ригой за более чем 100 миллионов, используется примерно 2-3 раза за 5 лет и в принципе себя не окупает. Около миллиона евро сейчас будет потрачено на общественный транспорт, продолжает Кирсис, отметив, что с правительством идут переговоры о зафинансировании расходов. В Лудзе с ноября прошлого года резко увеличился тариф на отопление, а с февраля подорожает и плата за воду, канализацию и вывоз мусора. Опрошенные на улицах города жители считают, что не все смогут оплатить высокие счета за коммунальные услуги, поскольку уже сейчас долг жителей Лудзе за коммуналку составляет миллион евро. После случая со сдвигом панели крыши дома в Балдырае в Даугавпилсе домоуправление осмотрели почти 190 домов и обнаружили, что состояние крыш 79 из них неудовлетворительное, поскольку большинство жителей не согласны проводить дорогостоящие ремонты, будут назначены технические обследования. Если будет установлено, что крыши аварийные, то выбора ремонтировать или нет, не будет. В целях улучшения доступности медицинской помощи в период распространения вирусных заболеваний до конца января продлены часы работы дежурных врачей, а многие семейные врачи будут консультировать пациентов в нерабочее время и в выходные дни, сообщает Национальная служба здравоохранения. Также Национальная служба здравоохранения сообщает о сокращении числа пациентов с COVID-19 в больницах с 363 до 358. При этом рост заболеваемости коронавирусом в Китае вызывает озабоченность Европы. Директор отдела анализа риска инфекционных заболеваний Юрий Перевозчиков успокаивает, что если и появится новый штамп, то Латвия не станет первой страной его распространения. Компании по утилизации отходов в этом году в Риге будут бесплатно вывозить новогодние ёлки. В центре Риги на Саркандаугове и Юглия бесплатный вывоз предусмотрен до 10 января. В других районах Риги – до 29-31 января. Ёлку нужно освободить от украшений и разместить рядом с мусорным контейнером. Помещать её в контейнер бытовых отходов запрещено.